Я горячо приветствую всех почитателей генеральской серии, меня зовут Сергей, вы на канале Реген. Напоминаю, что мы продолжаем с вами смотреть серебряные реплеи по Generals Zero Hour. Давайте без долгих прелюдий приступать, знакомиться с игроками из карты. Ну, кстати, игроки опять в очередной раз не нуждаются в каком-либо представлении, потому что имена эти довольно громкие. Под красным цветом загла подрывника сыграет Firestorm. И под розовым цветом за американца сыграет Big Size. Неплохо, да? Я думаю, эти ребята нам приготовили сегодня что-нибудь интересненькое. Карта Каньон, по-моему, так она называется. Могу ошибаться, если не прав, поправьте меня в комментариях, напомните. Здесь довольно богато, хватает ресурсов. Есть, насколько я помню, вот дроп-зоны для техники. И где-то здесь еще была нефтяная вышка, да, вот раз здесь под прикрытием, собственно говоря, Firebase, да, такого. И, собственно говоря, здесь то же самое наверху, под американскими позициями, то же самое. Все в целом довольно зеркально. Конечно же, Firestorm побежал, побежал рабами искать место для норок. А Big Size отправляет свои дозеры, чтобы этих рабов отлавливать. Любопытный Supply строит Big Size. Здесь на пригорочке, да, ему, конечно, технологически чинуки позволяют подобным образом добывать деньги, да, Чтобы в уязвимое место не ставить, можно вот где-нибудь на отдалении возвести. Также ресурсы рядом с кладбищем в углу карты таскает Big Size. Ну и есть еще коробки немножечко левее. Ну, однако, Firestorm тоже времени даром не теряет. Возводит уже первую довольно наглую туннельную сеть. Прямо рядом с этим узким проходом на американскую базу. Ну, в принципе, его легко защищать, но ничего для этого Big Size пока не делает. Проехала здесь техничка с подрывниками. Лишается ресурсного центра американец. И прямо со старта ему уже приходится отбиваться. Чем, кстати, поход дозера, интересно, американского закончился. А вот сюда он, судя по всему, приехал. Ну что, его потери и заканчиваются. По большому счету, ничем это сильно, прошу прощения, галашнику не мешает. А вот Big Size из-за этого остается играть с одним дозером. Стоит ли это того? Каждый раз я спрашиваю себя, спрашиваю вас, но отвечаю внутренним голосом, что, наверное, нет. Оно того не стоит. Потеря времени, потеря контроля, потеря денег, потеря дозера. В итоге остаешься с одним-единственным, который потом легко найти и уничтожить. И вообще остаться без них. Любопытное решение принял Big Size, он тут решит кого-то вывалить. Но нет, он тут троллит, что ли, пытается ресурсы пощипать у своего соперника. Да, его своясь и удаляется чинук. Галашник чувствует себя нормально. Технички от него шастают. Центр берет под свой контроль. Фланги тоже пытается Firestorm также контролировать. И пока ему это удается. От Big Size ничего особо нового. Хаммеры, ракетчики. Дозер спрятан подальше в надежде его сберечь. Но будет ли благороден Firestorm? Да, как-то не акцентировал он свое внимание на вражеском дозере. А ведь мог забрать, в принципе, как нечего делать. Но, можно сказать, сыграл в Джентльмена. Ну или не сыграл в Джентльмена. Не, ну есть же чем прикрыться-то. Big Size. Отдашь, что ли, дозер свой последний? Хотя, в чем последний? У него есть командный центр, он его не продал. Как-то про это я совсем забыл. Вроде даже глаза не видят, когда в голове вот закрепилась привычка игроков командные центры продавать. Обычно командные центры не продает Air. Техничка опять проходит. А тут вот лазер не продает свой командный центр. Техничка прошла, уничтожается военный завод. Ну и для американца это, в принципе, довольно серьезная потеря. Тем более, учитывая, что он действует в условиях ограниченных ресурсов. Теперь хотел здесь Firebase возвести дозер. Но дозер уничтожается. Теперь придется Big Size утратить деньги, чтобы попробовать. Построить новенький дозер. Здесь группа пытается прикрывать ресурсы, но какая-то она поджатая, подмятая. И я бы сказал, что у американца есть определенные проблемы. Firestorm себя здесь чувствует хозяевом этих земель. Даже мины тут строят в этих узких проходах. Поэтому, если американец захочет преследовать, он удивится. Его же будет ждать сюрприз. В роли обороняющегося у нас американец играет. Мы это с вами где-то недавно видели, да, не так ли? Опять самого старта оборона, оборона, защита, защита. Да, здесь ресурсы. И, конечно же, здесь где-то в кустах стоит рабочий, да, который ждет своего часа возвести тут необходимую постройку и богатеть, богатеть еще больше. Неплохо домик занял биг сайз. Норку даже тут пытаются разламывать. Нормально. Что с этими объектами? Здесь, в принципе, ничего, но ракетчиков подвел под эту зону сброса. Firestorm. Нефть и орудия пока артиллерийской не захвачены со стороны ГЛА. Ну, то же самое мы видим и на американской части карты, так скажем. Энергия была выбита, поэтому танки лазерного генерала не могут передвигаться. Они обесточены. Какие-то современные, наверное, технологии, как беспроводная зарядка прям. Энергия передается по воздуху. Прям какие-то технологии Теслы. Опять техничка, опять подрывники и вновь уничтожается ресурсный центр. Что ж ты будешь делать? Поэтому биг сайз принимает решение немного в стороне. Возвести новый ресурсник. Ну, как бы, типа, учитывая свои ошибки. Подвозит сюда техничка. От ГЛАшника, Ракетчиков и Рабан. В попытке тут дерзко и внезапно что-нибудь отстроить. Но есть Хаммеры. И они этот момент контролируют. Надо еще, конечно же, уничтожить рабочего. И не позволить возвести здесь никакую тоннельную сеть. Кват уничтожается. Здесь все так же ГЛАшные покатушки на техничках. Наверняка с пассажирами. Ну, конечно же, конечно же, целая куча. Пять подрывников, все места были заняты. На Х разводит. Ну и, кстати, это помогло. В принципе, все смертники погибли. Ну, а тут уже ресурсный центр возведен. И ГЛАшник начинает добывать с очередной кормушки. Глядишь в наглую, сейчас еще где-нибудь тут поставит сопла и будет рабами бегать вот через это ущелье, таскать коробки отсюда. Немалое количество техничек. Ох, не знает про эту мину Американец. Когда-нибудь он на нее напорится. В другом месте вылезли. Снова нужно контролировать, снова нужно отбиваться. Даже ракетчик какой-то там был. Но, в принципе, у Хаммера есть все шансы в одиночку с этим разобраться. Он побоялся, высадил своих ракетчиков заранее, биг сайз. Ну, и потерял их. Наверное, можно было обойтись без этого. Кват очень интересно проходит здесь. Через коробки как-то вот пролез, просунулся, по булыжникам проехал. Минус 2 чинука. Минус для финансового положения Американца. Кстати, о деньгах. Слева на ваших экранах вы можете видеть, как, собственно, обстоят дела-то со счетами игроков. Вот едет жертва мины. Ух, как повезло-то, а? Интересно. Но все равно будет уничтожаться. Не спасется. Нет, нет, спасется. Спасся танк прям. Там ничего не было. На нолях. А тем временем Файр Шторм продолжает укрепляться на середине. Возводит уже тут целое укрепление, можно сказать. Сидет ракетчики, наверное, в минорете. Мало. Мало юнитов у биг сайза. Для десятой минуты он себя чувствует сейчас в роли Американца не очень уверенно. Видели мы противостояние похлеще к такому времени между игроками. Но раз он пока жив и не уничтожен, это тоже о чем-то говорит. Довольно плотно налегает на танки биг сайз, но его это вынудит строить, вынудит его это строить дополнительные электростанции. Которые стоят денег и которые вообще-то довольно уязвимы. Да, не дает покоя Галашник Американцу. Дергает его за усы, бьет ему, конечно, в первую очередь то, что касается денег, то, что касается ресурсных построек. Есть у Американца повышение, двух зайцев, ну в целом убил, не окончательно, но сильно ранил. На какое-то время здания Галашника будут отключены военный завод и ресурсный центр. Уже отстраивается новый, в принципе, фаерштор может себе это позволить. Ну и биг сайза, 5000 с лишним запаса, непонятно зачем он это делает, держит на всякий случай. Высадка пехоты с чинуком, эффективная мера против занятых зданий, классно работает. Удобно этим пользоваться, дела свои сделал, можно продолжать работу. Американец как-то просочился и захватывает нефтяную вышку и артиллерийскую платформу. Трактор здесь подводил фаершторм, вычистить домик, но поздновато. Вот, на новые позиции биг сайз отправляет своих ребят, они десантировались, будет захватываться и данная точка, которая гарантирует хоть какие-то ресурсы и довольно нелепое, но все-таки прикрытие, потому что вот эти вот вышки стреляют башни эти, точнее в молоко, вот, но если прям под нее подъехать, она вообще себя защитить никак не сможет. Ну, что-то уже побольше начинает копиться у биг сайза, наконец-то, для него. А вот фаершторм на какое-то время затихал, но это лишь обманчивое, так скажем, было впечатление, потому что уже целых два военных завода и готов также дворец. Значит, будут или боевые автобусы, или рокет-баги, или все вместе, ну и, ко всему прочему, различные улучшения, в том числе на здание, что позволит их сделать крепче. Калаши выдадут там, злобной толпе. Смертники опять делают свою работу, минус дозер. Нехорошо, приходится тратить деньги потом на это, ну. Фаершторм уже в курсе о том, что занимает кое-какие позиции. Его оппонент знает, что тут теперь вражеские объекты, и, конечно же, он будет уничтожать. Да, уже едут байкеры, которые готовы пожертвовать собой техникой, ну, наверное, во имя победы. Видите, ничего эта артиллерийская платформа не может им сделать. Спрыгнул с мотоцикла даже. Разулся, можно сказать. Минус нефтяная вышка. Паренек тут за деревом продолжает стоять, ждать своего часа. Здесь как? Ну, здесь пока вроде бы все неплохо. Позиции Биг Сайза держатся. Ездит, зачищает здание. Опять байкеры. Ну что, довольно дешевое, но при этом действенное средство, и сейчас застанет своего соперника врасплох. Ну, так. Минус один хаммер. Но все равно обидно. Все равно обидно, учитывая, что, ну, очень мало сайза юнитов. Биг Сайз, большой размер. Не знаю, чего бы это касалось, но точно не размеров его армии в данной катке. Это точно. На эти позиции, конечно же, уже огрызается фаершторм. Нефтяная вышка уничтожена. Ну, и как-нибудь уж разберется он и с артиллерийскими платформами. Но они никакой угрозы, по большому счету, не несут в себе. Захватывает зону сброса. Американец. Нет, не захватывает зону сброса. Пытается это сделать ближе к своим позициям. Ничего себе, с тремя лычками. Лазерный танк. Неплохо. Бьет больно, бьет эффективно. Им хорошо технички вскрывать. На ранних подступах. Да, очередную электростанцию возводит американец. Вынуждают его к этому танке однозначно. Ну, может это как раз говорит о том, что он еще их будет строить. Три одесятых уже в пути. Полетят они на ресурсный центр, который расположен на левом фланге. Готово. Но надолго ли? Конечно же нет. Командный центр уже у фаершторма есть. Он тоже скоро начнет пользоваться своими повышениями. Большая толпа рабочих выдвигается на правый фланг. На что-то есть аппетиты. Где-то была высадка постанцев. Вот здесь вот прямо на базе американской. Ну, недолго это длилось. Есть еще коробки. Нельзя про них забывать. Нельзя их и отдавать врагу, безусловно. Худовато выглядит, конечно, американец. Где-то я слышал. А, я уже думал, неужели где-то работает полковник Бартон. Нет, это Джармэн Кэл минирует. У подрывника есть такая возможность. У Джармэна Кэлла минировать вражеские постройки. Ну да, хочет здесь себе ГЛАшник забрать. Все-таки есть коробки, в каждой из которых по 3, по-моему, 750. Да, так оно и есть. Американец высасывает, высасывает, но у него ничего не прирастает. Нету до сих пор стратегического центра. Нету никакой вторички и... Выглядит бледно. Биг Сайз на самом деле. Тут еще и рабочие хаммеры забирают. Не знаю, не знаю. Неужели очередная, так скажем, проигрышная партия для американца в поединке против ГЛАшника. Но не будем забегать вперед. Кто знает. Все-таки Биг Сайз. Известная личность. Но играет он тоже не против... Не... Абы кого. У него есть зона сброса. С нее подтягиваются танки. Интересно, танки сброшенные с зоны вот этой сброса, они тоже электричество потребляют? С твоей базы? Или... С той где-то базы в тылу, откуда они сброшены? Да, наверное, потребляют, конечно. Ресурсный центр решает возвести здесь. Фаершторм, в принципе, он окупится, учитывая, сколько здесь денег суммарно. Джармен Келл катается в хаммере, его так любезно подвозят. Будет минирование, да, наверное? Ну, с одной минки, наверное, не уничтожится. Не должно, по крайней мере. Нет, смотрите-ка, мощные у него бомбы, вот это да. Вот теперь мы слышим, да, тот самый возглас. Идти и уничтожить. Стратегия инициирована, значит, есть стратегический центр от американца. Дальше видит, дальше стреляет. И помчался, безусловно, вторичку, моментально. По деньгам, ребята, в примерно равных условиях. Ну, это вот сейчас. Хотя у Биг Сайза почему-то деньги накапливаются быстрее. Ну, чинуки таскают коробки, в целом все не так плохо. Что по черным рынкам у Галашника? Пока ничего. И это мы к 20-й минуте игры приближаемся. Не знаю. Не слишком ли самонадеян Файршторм? Хотел быстро точку в деле поставить? Ну, посмотрим. Тем не менее, тут проезжают еще подрывники. Отменяет строительство вторичной экономики Биг Сайз. Боится. На самом деле, зря. Надо было успевать достраивать. Потому что теперь он себя лишил возможности это сделать. Он потерял стратегический центр. Ему нужно заново тратить деньги на страт-центр. Заново тратить деньги на вторичку. Немножечко перетруховал здесь он. Так хотя бы зона сброса бы осталась. А так ничего нет. Ох, как хорошо заехал байкер. Минус три хаммера. Очень нехорошо это для Биг Сайза. Его смешная микроскопическая армия сокращается просто до полного ничего. Можно сказать. Захваченный хаммер все так же катается. Где-то я видел полковника Бартона, между прочим. Мне не показалось. По-моему, точно Бартон был. Да, где-то вот он тут подстрелял. И на него среагировал тут же моментально фаиршторм. Своими повстанцами. Они уничтожены. Скрытая нора. Ракетчики. Ну, точнее, ракетчик. Кват. Минус вертушка. Пока Биг Сайз очень эффективен. Очень грамотно и делает выпады. Занять он эту технику не сможет, кстати. Это положительная черта для данного генерала американского. То, что если обесточили, ну, будут вынуждены уничтожить. Если, конечно, у Галашника не окажется электростанция, или перехваченный, да, или из дозера захваченного отстроенный. Не хотелось бы, говорю, вперед забегать. Неизвестен для меня, так же, как и для вас, исход этой битвы. Но шансов у Биг Сайза пока визуально очень и очень немного, как я думаю. Здесь еще есть коробки, но почему-то не добывают. Не стремится вернуть себе эти позиции Галашник. Слушайте, повышениями, что ли, пролетелся я как-то проворонил, да, Биг Сайз? Потому что похудела база Галашная, нет военных заводов. Черных рынков нет. Короче, на самом деле и тому, и другому игроку сейчас довольно сложно. Есть чинуки, последние коробки. Выскребают просто ребята с карты деньги. И все-таки большую ошибку Биг Сайз допустил, что перестраховался и продал зону сброса, отменил ее точнее. Там все равно вот, ну страт-центр терялся железно, но там были еще пехотинцы, они прикрыли бы, если бы даже один смертник бы выжил, они бы прикрыли. Да и одним смертником было бы не уничтожить зону сброса. А так остался ни с чем. По крайней мере без преимущества остался Биг Сайз. Коробок у Галашника еще осталось побольше. Денег больше на карте нет, неоткуда их взять. Тут нет уже ничего, просто так отображается. Нефтяные вышки все давно разрушены. Так, ну надо убивать. Заметил это, заметил это Биг Сайз, не пропустил рабочего. Под его контролем, под американским, артиллерийские вот эти платформы, но от них толку немного. Подлетел сюда Биг Сайз. Нет, все-таки что-то тут есть. Да, еще остались коробочки, остались, еще есть немножко. Пользуется этой возможностью американец. Для него это правильное решение. Джармен Келл все так же здесь шастает. На вражеской базе. Минирует здания, вынуждает их продавать. Убивает рейнджеров. И мы с вами в очередной раз, наверное, можем наблюдать войну нервов. Парни в очень стесненных обстоятельствах, что один, что другой. Но, кстати, Файр Шторм, у него есть деньги, он может черный рынок отстроить. У него для этого, в принципе, есть все необходимое. Любой ценой нужно уничтожить Джармен Келла. Понимает, это прекрасно Биг Сайз, но не удается ему. Очень долго он выбивался, а тут очень вовремя подоспела еще засада повстанцев. И Джармен Келл выживает. Хаммеры потеряны, осталась одна медичка. Ресурсный центр вынужден тратить на это деньги Биг Сайз. 75 долларов у него на счету. А теперь и медички нет. Файр Шторма 3000. Да, повышениями будут обмениваться, ребята. Построил он его, не знаю, окупится ли. Окупится ли Биг Сайзу данный ресурсный центр? Вряд ли. На новом месте, кстати, возведен. И аэродром. Интересно, что это решил такое Биг Сайз отстроить. На скреб ведь нашел деньги по сусекам. Ну, наверное, Каманч. Вряд ли это будет Раптор. Наверное, это будет Каманч. Зона сброса уничтожена. Откуда-то выезжал танк. Наверное, где-то был припрятан до лучших времен. Потому что зоны сброса все уничтожены. Джармен Келла по-другому поймать не получится. Наверняка, да. Нужен Каманч. Где-то он спалится, в кого-то он выстрелит. И его можно будет подловить и убить. Потому что на данный момент сейчас это, ну, единственная, серьезная, так скажем, боевая единица у Галашника. Военного завода нет. Казарма одна. Нет, все-таки это вот военный завод решил отстроить. Фаершторм. И у него есть еще 1900-2000 на счету. Может отстроить четыре технички. И медленно, но верно, тут все расколупать. Найти и уничтожить. Да, Каманч в воздухе от американца. Знает это прекрасно сейчас уже Фаершторм. И будет спамить из... Военного завода Квады. И, конечно, если Квадов будет несколько, а деньги на это у Фаершторма есть. У одного Каманча шансов никаких. Ну, конечно же. Торопится прямо отсюда выехать и успеет. Но две лычки есть у Каманча. Надо отходить и чиниться. Еще один Каманч есть. Не-не-не-не. Провоцироваться, наверное, не надо. Понятно, что этот Квад будет их искать. Будет искать другие вертолеты. Предпринимает попытку сесть. Напрасно. Напрасно приземлился. Поторопился Биг Сайз. Начинает допускать ошибки. Нервничает, судя по всему, теряет оба Каманча. А ведь это мог быть его ключ к победе. Очень и очень неразумно поступил Биг Сайз. Че не дотерпел-то? Отсиделись бы тут Каманчи. Один бы двухлычковый отремонтировался. Токсиновая бомба. Под казарму. Никто оттуда больше не выйдет. Два ракетчика только. Последние чинуки уничтожаются. А у врага Квады. Которые с пехотой разберутся на раз-два. Ну, мне кажется, это поражение для американца. Опять я, наверное, возможно, тороплюсь с выводами. Но денег у него сейчас точно больше не будет. У него нет чинуков. Даже вот эту коробку жалкую тут. Ну, 1875 долларов. Все-таки, как ни крути. Можно было бы еще Каманч построить, если был бы аэродром. Но его нет. 3000 на счету у Файршторма. 1300 у Биг Сайза. Какие шансы? Практически, мне кажется, нулевые. Кубышка, тем более, продолжает пополняться у соперника. Уничтожен военный завод. Но Файршторм может отстроить еще один. И Биг Сайз, в принципе, предсказуемо сдается. К сожалению, для тех, кто болеет за американца в таких реплеях, очередной пример того, что трудно, трудно бороться американцу против Галашника. Очередной проигрыш. Но, тем не менее, это было довольно любопытно. Это было довольно зрелищно. Опять же, не очень долгая игра, которая, в принципе, не подвисала. Была динамичная. Файршторм молодец, показал себя классно. И, в целом, при довольно равных финансах, одержал победу. Ну, он с самого начала как-то в поджиме держал своего соперника. Существенной никакой группы войск у Биг Сайза за всю игру так и не было, и не копилось. И довольно, как я уже говорил, предсказуемый финал. Я вас искренне благодарю за просмотр данного выпуска. Будет очень здорово, если вы оцените видео, если вы его прокомментируете. И подпишитесь на канал. Для вас это ничего не стоит, ни времени, ни денег. Да, для меня это хороший показатель обратной связи со мной от вас. И, кроме всего прочего, прекрасный мотиватор. Ну, а вы получаете таким образом возможность следить за всеми новинками, которые выходят на Регене. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов в повседневных делах. С вами был Сергей. Всем пока.